Блацман, как долго будет длиться война? Это вопрос, который мы сейчас задаем. Не меньше. Почему 4 года? Потому что это очень долгая будет война. Перерастет в мировую войну. Я тоже так считаю. Потом в настоящую гражданскую войну, которой еще нет. Это сейчас пока так. А потом будет настоящая гражданская война, потому что все основания для будущей революции уже сложились. То есть у нас уже в действии добровольцы, которых очень сильно утомило все, что происходит в жизни. Засилие наркоторговли, беспредела милиции, неправосудного государства. И все же это знают. Ты имеешь в виду? Вот ты это знаешь? Все знают. А ты знаешь? Конечно. И я знаю. Но этого как бы нет. Но и с этим же раз не борются, значит этого как бы нет. И все сюда пришли воевать как бы с этим. Ну на самом-то деле. Я лично мне на... Того, кто будет главным пастухом стадии, мне как-то пофиг, потому что мне за это ничего не добавится. То есть кто конкретно будет грабить. Мне как бы... Матрон, ой, Бобосна. Да? А что ты мне, Матронов, просил передать тебе? То есть ты что передал мне? Что-то сейчас что нужно передать тебе, чтобы ты мне передал? Не вещи, а... Сказал. Что мы сейчас делать будем, что мы сейчас делать будем, что ты заехал. А-а-а-а-а. Кирпич тебе сейчас расскажешь. Хорошо. Кирпич в порте. Восемь. Николай, слетать так быстро. Да я вообще не решаю вопросы. Ты пойми правильно. Да я знаю. Блин, потинки затратили. Не передай. Братан. А вандал что с вами? Ну раз он тебе сказал то, что он сказал, значит... Это мне Матролан ничего не говорил за вандала. Ну слышишь, что я сейчас тебе вандал сказал? Скажи мне, что я потом покажу. Вот. Короче говоря, то есть создалась революционная ситуация. И поскольку сейчас единственный способ вооруженной борьбы со сложившей ситуацией здесь, то люди, приехавшие сюда, на самом деле воюют. А воюют как бы за нормальное будущее. Понимаешь? За самостоятельное государство? Вот. Основанное на других принципах жизнедустройства. Да. Правильно? Но походу ни хера не меняется пока что. Ну может поменяется, я же не знаю. Мы тут как бы сидим, а на самом деле ни хера не видим в траншеях. У нас вон есть танк в 600 метрах. Ну иногда дальше. Ну основном, конечно, дальше, но бывает в 600 метрах. Стреляет по нам. И все, у нас здесь нет ничего. У нас нет интернета, телевизора, сотовой связи, радио, ничего нет. Поэтому что там происходит, непонятно. Но у меня есть такое подозрение по жизни, что, как бы так выразиться, что там на воле ничего не меняется вообще. То есть по-прежнему происходят какие-то неправильные вещи. И вот теперь война будет идти своим чередом. Мы там ее выиграем, все дела. А теперь смотри, что будет дальше. Дальше десятки, а то и сотни тысяч мужчин, которые не хотят так жить, будут вооружены и обучены. Мы посмотрим, как изменится ситуация после войны и сравним с тем... Нет, подожди, если... Никак не изменится. Появятся те же в портфеле. Ребята, я сейчас не о том. Мы сейчас записываем сегодня с 17 июня. Мы вне времени здесь. 2014 года. Да и потом мы сравним то, что сказанное Боцманом с тем, что будет происходить в действительности. Смотри, потом вот это все вернется домой. И тоже оторвано от информационного поля, ну как и сейчас. Да? Походит полгода по гражданке, по пучек лазит. А эти, знаешь, что я еще скажу? Нормальной жизни... А ну, держи. Нет, вот я буду надевать компрессионик. Нормальной жизни уже вернуться нельзя. Вот нас, когда выпускали в город... Это пиздец. Уже все. Назад нас уже не вернут. Нас уже надо или мочить, или мы будем что-то решать. Мы будем что-то решать. Ну, я думаю, что нас будут мочить. Нас будут мочить через пиздорезы. Возможно... Ну, это то же самое, что делается с нас, с гвардией. Да, да. То есть нас будут бросать куда-нибудь, где нас будет стоять все меньше, меньше и меньше, меньше, меньше и меньше, а потом могут все договориться. Ага. Короче, если мы все останемся в большинстве целыми, то начнется революция, настоящая. Вот с этими с тобой нас кто процентов согласен. Настоящая славянская революция на своей земле, такая, какая она должна быть, такой, о какой они разговаривают и мечтают, домашние телевизионные пивососы и педерасты, либерасты. Вот. И походу это все прекрасно понимают другие люди. Понимают. которые сейчас строят эту всю хуйню. И походу нас сейчас будут мочить. Пытаться. А мы будем петлять, да, кирпич? Кирпичу даже медаль дали. За петли? Да, за петли. Поэтому мы и чемпися. Нет, а я снял. Все, хватит. Блин для снайпера. Блин для снайпера, да. Поэтому посмотрим, кто победит. На все волю Божью. Если Бог решит, да, мы всех убьем. Плохих людей. Плохих людей. Не всех убьем, убьем плохих людей. Коварный, алышный. А если он нам не поможет, Бог, то они нас убьют. Может быть даже в ближайшие сутки. Есть такое же подозрение, после того, что ты показал. Поэтому мы будем с кирпичом, быстрее как молния. Дерзкий, как 10 джигитов. 12 тысяч. Пошли за шаурмой, вообще. Валфи. Валфи, да. Валфи, да. Отдельно хочу передать всем хачам. Да, вот это давай. Вот. Дорогие товарищи хачи. Это сейчас можно уложить. Нельзя. Нельзя. В толерантной России меня тоже грохнуть. Ну ладно. Или попросят же меня грохнуть. Хорошо. Что ты собираешься, все. Пиздуйте, либо домой, либо на фронт. Слышали, уважаемые кем-то, товарищи хачи? Да, ты телефончик там. Перешел в шеврон. Так. С новым шевроном. С новым шевроном. Так. Вот, это наш брат. Все делают те люди, которым нахуй не нужны. Ты должен это тоже трезво понимать. Ты тоже нахуй никому не нужны. Это мы все здесь нахуй никому не нужны. Просто ты должен четко понимать, что это должны, потом люди услышат. Не похуй. Понимаешь? Это еще один шанс изменить ситуацию. Маленький-маленький, но шанс. Пока нету шансов. А если просто все сбрасывать и замалчивать, то вообще шансов нет. Пока что изменить ситуацию, шансов нет. Пока что БТР, и мы все умрем. Это обидь не будем. Да нет. Которого не было. Понимаешь? Все. А теперь скажи, что-нибудь хорошее. Хорошее? Да. Хорошее. Хорошее. Да. Это для кого? Для правосека. Хорошо. У нас вот растет молодое поколение джихада. Да, я знаю. Мы его обучаем, как можем готовить. Расскажите, нормально сейчас это подготавливать джихад? Отлично подготавливает. Я знаю, что бухмалатично подготавливает. По всем специальностям очень надежно подготавливает. И очень профессионально подготавливает. Будем резать правосек. Окей. Если нас все-таки наши любимые товарищи грохнут, которые должны нам помогать, то воевать будет уже он. А ветеранов просто уже к жизни обратно гражданской не вернуть. Все. Все, кто выезжали в город, все уже поняли, что это вообще знаешь, обратно в говне уже никто жить не сможет.